Юлия Шулепова Вот это вот мозг коммуниста Это вот примерно Может такое выдать Холоп частнику Вот как ты можешь быть холопом частнику Ты сам можешь стать частником? Можешь Если ты сам частник, ты холоп какому-то другому частнику Ты не холоп Ты можешь В доме, допустим, в деревне ты живешь Ты можешь курочек выращивать С дёрнышек им посыпать Покупать это с дёрнышка и яички получать Заниматься какой-то деятельностью Если ты не хочешь этим заниматься И так далее Ты уже не будешь этим заниматься Если ты принципиально не хочешь этим заниматься Значит, холоп частником Как вот холоп частником? Это конкуренция Она такая есть Всегда она была Если нет конкуренции То все нищие становятся Все Никто не холоп, но все нищие Это вот прям радость такая Для некоторых Торгашам Да, это предприимчивая часть населения Которое торгует Их надо облагать нормальным налогом Нормальным налогом Адекватным Чтобы это всё обращалось И поднималось социальный фактор Чтобы у нас социализм был Чтобы у нас были и торгаши И частники Все были Был адекватный налог И мы могли социальные группы Поддерживать на этот налог Чинуши – это отдельный вопрос С одной стороны Это как бы зло Часть бюджета на это уходит Это статья расходов Когда они разрастаются Разрастаются То наступает Экономика и крах Да Экономика не может это вывести Но Без адекватного управления Невозможно существование Организованного общества Вот невозможно Существование без чиновников Это анархия Вот когда нет вообще никого В управлении Это анархия Когда Такие обширные территории Заселены анархистами Да То завоевать эти территории Можно Небольшую армию Вот совсем небольшую армию Всех этих Эти территории Завоевать И превратить людей в рабов Элементарно Потому что Когда у вас анархия У вас нет ни одной Организованной структуры Ни полиции Ни армии У вас анархия Каждый там Сам себе Чего там Хозяин Это тоже Вам не додали в школе Это элементарная грамотность Вы должны В школе понять Кто такие анархисты Анархисты Это слабоумные придурки Которые разваливают страну Приводят хаосу И к скатыванию В первобытные В первобытные века Вот тут такие анархисты А вам говорили Что анархисты Это одно из прогрессивных движений Идущих параллельным курсом С коммунистами Захватившими власть Революцию Сделавшую в России И поведшую К светлому будущему Что анархисты Что коммунисты Это сволочи Безграмотные идиоты Которые ломают страну Современные коммунисты Это интеллектуальное ничтожество Их надо запретить У нас есть полмира Где запрещено Коммунистическая деятельность Социализм он не зависит от коммунизма Вообще никак Социализм надо по-другому устраивать Его надо устраивать У нас все должны быть защищены Должен для этого был нормальный налог Должен быть Определен статус Защищен этот статус Влияние на власть Со стороны общества Это вот по механизмам Могут быть разные Это вот по племенам По некоторым По карелы по-моему Это когда раз в год Собираются на поляне И старосту или главу Ставят на гору И с этого момента Он перестает быть Главой И дальше вот с этой горы Или пинками Или не пинками Народ определяется Глава он Или не глава Разные есть механизмы Про британские певцы Тут пришли Ну вот Я засчитаю Маленько вот этого гноя Интеллектуального Мощь британского ума В десятки раз превосходит Ум среднестатистического европейца Слышите да Что тут пишут Вот у них Элитарное Аристократическое управление С абсолютной монархией Где нет никакой демократии Это вот Если человек так думает Да Первый Просто там Большая какаха такая лежит Про британское в голове Да Ну это разобраться Британия Империя Которая уничтожила Прогрессивные монархии По всему миру Британская империя Уничтожила монархии Да И теперь Кто-то кичится британской монархией Да Вот вы всех поубивали Да И потом говорят Все гнилые Этот разлагается Этот фу Плохо пахнет А вот мы Они уничтожили монархию У нас тоже была монархия адекватная Вот Из-за Проработки британской Из-за местного быдла Мы эти монархии обрушили Это единственная страна Где нет конституции И нет парламента Но спроси любого европейца Об этом Он скажет Что это чушь И Британия Это старейшая демократия В Европе Британия демократия Да Монархия И демократия Ну Что там Конституционная монархия Король это просто декорация Как бы Дань традиции Британия сделала так Что ее добродетель Есть религиозный культ И предмет веры Мир верит Что Британия Мама всех человеков А мама хочет добра Своим детям Это воспринимается Как абсолютный постулат Вот что эти твари Сделали с Индией Да Которая только благодаря Ганде Да Вышла Из этого всего Что они сделали С Китаем Да Наркомания Вот эту вот Как Китай потом От этого отходил Что они сделали С Германией Да Направили В свое время Немцев воевать С нами Да Что они сделали С нами Это все Британия А сами там у себя На островах Чего-то там Британия Какую грязь Они Содомия Вся идет Из Британии Вот эти Гомозвездорасты Все вот эти вот Сексуальные дебилы Содомиты Это пропаганда Это промытие мозгов Которая докатилась На нас в полном смысле Содомия Уничтожение веры И содомия Разрушает В конечном итоге Общество Они это с нами сделали Если этому не сопротивляться То все Эти твари Что сделали с наукой Вот что они сделали С наукой Притащили своего долбанного Ньютона Потом Этого полудурка Эйнштейна Дальше Средневековье Вот эти вот Все слабовомные теории Большого взрыва Темной энергии Темной материи Кротовых норок Лягушечек клак Бобровых струй Блин Любой бред тащат И все Почитатели Британии В этого все Веруют Сволочи Короче Эти ваши британцы И надо им противостоять Хотя бы интеллектуально Начинать И противостоять Почему Глазер должен Повести людей По пути Северной Кореи А не Китая В котором правит Коммунистическая партия Но одно и то же Андрсав Сафандр Одно и то же Если правит Коммунистическая партия Это не значит Что в стране Коммунизм Китай не развивается Коммунистическим путем Коммунизм Это Общественная собственность На средства производства В Китае От этого Отказались Все Это разные вещи Глазер Это у нас просто Матерый коммунист Идеологический коммунист Поэтому Допускать Коммуниста К управлению Россией Это Затормозить Россию в развитии Увести ее В тупик Где мы опять Начнем В лучшем случае Друг друга не убивать Как гражданскую войну Это просто Но в любом случае Мы попадем В экономический крах Это надо преподавать Вот эти знания элементарные Про экономику И партии Это надо в школах Вот Детеныш пришел в школу И уже он должен Оттуда понять Что есть такой Социализм Капитализм Коммунизм Честное предпринимательство Феодальность И к чему Приводит одно Второе Третье Не надо вот Рассказывать Что если вы Вообщественную форму На средства производства Везде ввели То все Экономик и крах Это детенок Детенок должен Понимать И школы приносить Это грамотность Четвертого Пятого Класса Должна быть Если вы детям Это не дали Ни в школе Ни в институте Вы вырастили Дебилов Неспособных Сосредоточиться В этих вопросах Когда у вас Эти взрослые Подрощенные Коммунисты Интеллектуальное Ничтожество Начинают Добираться До власти В стране То они ломают Государство Мы начинаем Отставать От обычных Рыночных Экономик Вот пока в Китае Был честный коммунизм Китай загнивал Как только Они вышли На предпринимательство На частное Все Они поперли Вперед Это элементарно Это ясные вещи Почему В школах Не дают Почему Глупые Вопросы А вот это Глупый Вопрос Потому что Вам не додали Образование Вы поэтому Его задаете Кокос Доказывает Релятивизм Да Кокос Кокос Зеленский Нюхает Он доказывает Релятивизм В той голове В которой Внюхнули Кокос Все Других Доказательств Нет Релятивизм 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 Релятивизм